Всем огромный привет, мои хорошие! В сегодняшнем ролике покажу вам, как мы украсили квартиру. В прошлом ролике было очень много вопросов, откуда эта картина и кто это, это наш котик. Висел здесь довольно давно, во влоге как-то показывала, но многие не видели, так что вот такая вот точная копия нашего кота. В этом году я сделала минимализм, и честно говоря, это просто супер успех, потому что, когда мой муж пришел с работы и посмотрел на это, на все, сказал, что это одно из самых красивых украшений вообще за всю историю украшений нашей квартиры. Здесь у меня висят такие шарики, просто к зеркалу прицепила, в общем, просто так получилось. И когда мы входим в квартиру, у нас здесь предстоит вот такая картина. Почему-то кажется, что она как-то неровно висит, на самом деле, все хорошо. Вот, надо просто чуть-чуть вот эти с этой стороны вот так вот сделать. Вот. По-моему, просто великолепно оформленная такая елочная ветка. В этом году главной фишкой стали как раз-таки не елочные игрушки, а именно вот такой вот декор. Я накупила очень много нового, что-то осталось с того года. Это всякие вот такие вот веточки. Я раньше почему-то думала, что на елке такое не вешается, и то, что здесь есть даже цветы. И, в общем, когда я зашла в большой гипермаркет, где, собственно, продается все это, увидела елочку, украшенную в таком же стиле, и решила, что непременно в этом году декор, украшение квартир должно быть именно в таком стиле. Очень хорошо подходит под стилистику зимы и нового года картина, которую мы с мужем купили в Суздале. Это масло. Здесь мой портрет висит. Очень хорошо, по-моему, сюда вписался и с веточкой, и без веточки. Если говорить про гостиную, честно говоря, я здесь практически вообще ничего не делала. Здесь, собственно, и так все довольно-таки красиво. Небольшие мелочи в виде таких больших снежинок на наших уличных фонарях. Золотой ленты, потому что очень много тоже золота. И здесь, как и в прошлом году, по-моему, у меня было, я повесила такие льдинки, которые очень понравились Сонечке. Здесь тоже нужно немножечко их... Вот как-то так вот они должны быть. И вот такие вот льдинки. На самом деле, когда темно... Вот сейчас я снимаю время 12 дня. Конечно же, в конце видео я покажу вам, как это все красиво смотрится, когда темно. И вот эти льдинки, это просто... Они реально смотрятся как настоящие. И над телевизором я повесила тоже большую такую ветку. Мишура, но она смотрится действительно как самая настоящая еловая ветка. И вот когда мы сидим на диване, очень красивая картина. Единственное, что я хотела вот эту гирлянду еще украсить фонариками. Но не придумала, как это сделать, потому что розетки здесь нету. И провода, это не очень красиво. А вешать гирлянду с батарейками, это, ну, совершенно неэкономно. И, в общем, я подумала, что, наверное, от этого стоит отказаться. Здесь такие же шарики, то есть там вот такие шарики коричнево-бежево-розоватые. Просто нежнятина. Ну и, конечно же, свечи, куда без свечей. Свечи на Новый год, это всегда очень красиво, это очень уютно. Вот этот вот подсвечник у меня остался с того года. Здесь моя любимая свеча от Button Body Works. Это самые приятные, вкусно пахнущие и действительно пахнущие, самое главное, свечи. Здесь у нас догорает вот такой светильничек, который тоже я в прошлом году покупала в Икее. По-моему, очень мило смотрится. В принципе, можно сюда еще что-нибудь поставить такое новогоднее, будет очень красиво. Ну и самое красивое, что у нас здесь есть, это елочка. Она в этом году супер необычная, потому что как раз-таки украшена с использованием различных цветов, различных веточек, очень красивого цвета шарами. Такие вот они перламутровые, есть вот такие вот белые. Есть матовые белые, вот он матовый белый. Вот эти вот все тоже я покупала в твой дом. Вот эта вот одна веточка, я ее на три части разделила. Так тоже можно. Вот такие вот веточки с блестяшками. И даже есть что-то такое тропическое. Это тоже мне показалось очень изысканным в этом году. Здесь есть цветы, здесь есть какие-то птички, здесь есть детали, которые хочется рассматривать, на которые хочется обратить внимание. Например, какие-то такие вот маленькие яблочки, да. То есть все это, по-моему, у меня получилось воплотить вот эту вот нежность, которую я очень хотела воплотить. И здесь, кстати говоря, лежит тоже подарочек, который мне нужно запаковать. Это моя мама, Сонечкина бабушка, приготовила ей подарок. В общем, его нужно в красивую упаковку запаковать и, собственно, сюда поставить, чтобы Сонечка потом после Нового года его открыла. В этом году я решила не ставить никакое украшение именно под елку, не прятать основание. Потому что, опять же, минимализм, потому что, опять же, я подумала, что это будет уже перегруз. Потому что, если вы не видели прошлогоднюю, то есть у меня здесь стояла коробка, которая была типа как подарочная такая. Я подумала, что на елке и так очень сильно много золота, поэтому, ну, эта штука просто бы ее перегрузила. Здесь разные цветы абсолютно. Здесь есть и белый, здесь есть и бежевый. Здесь есть немного слегка зеленоватый. Вот эти, например, красивые зеленоватые шарики буквально недавно я вам показывала в покупках из Метро. Вот эти вот бордовые у меня остались с прошлого года. Они очень хорошо разбавляют именно вот эту вот нежнятину. Такие довольно грубоватые игрушки. Они сделаны из очень толстого стекла и прям так довольно громоздко смотрятся, но хорошо разбавляются именно вот этой вот нежностью. Поэтому я очень надеюсь, что вам тоже понравится. Здесь очень много всяких разных веточек. Вот это, например, что-то типа, знаете, как в снегу. Поэтому ничего не бойтесь, экспериментируйте, потому что ваша новогодняя елочка — это отражение вас, это ваше внутреннее отражение, как вы себя чувствуете, как вы себя чувствуете в этом году и как вы хотите проводить этот самый год. Для меня он был довольно интересным. Я очень много путешествовала, я очень много сделала. Я нашла несколько новых увлечений. Ну, в общем, для меня этот год действительно был не так плохо, как некоторые о нём отзываются. И я не стала украшать кухню, я не стала украшать нашу спальню. Честно говоря, была идея повесить вот здесь вот какую-то гирлянду. Я повесила, и мне не понравилось. И я решила, в общем-то, что нам это не нужно. В Сониной комнате стоит ещё одна маленькая ёлочка. Она её украшает сама. У неё здесь тоже игрушки. Она здесь набрала. И вот здесь вот я ей тоже оставила те игрушки, которые могут ей понадобиться, пригодиться, такие более детские. Вот, поэтому Сонечка тоже принимает непосредственное участие в украшении именно своей комнаты. Поэтому вполне себе вероятно, что здесь появятся ещё какие-то... Какая-то мишура, какие-то, в общем, не знаю, возможно, что-то на окнах. Я заказала с Алиэкспресс, правда, пока ещё не пришли некоторые наклеечки. Даже светящиеся наклеечки, звёздочки и различные снежинки. Для того, чтобы Соня как раз-таки украсила свою комнату. Но, опять же, повторюсь, что они пока ещё в процессе доставки. Ну и давайте я покажу вам всю эту красоту в тёмное время суток. Вы только посмотрите, как нежно и уютно смотрится ёлочка. И вот эти гирлянды. Из-за того, что они отражаются в окнах, пространство становится как будто бы больше. Ну и, конечно же, свет от ёлочки, от гирлянды, то есть он как бы внутри. И за счёт этого ёлочка тоже становится чуть-чуть нежнее и волшебнее. На самом деле я хотела сделать гирлянду жёлтого цвета. Но так как она была уже намотана, и их там две, я, честно говоря, решила не заморачиваться. Не знаю, зря или нет, но, по-моему, смотрится очень красиво. Включаем основной свет. Такая праздничная, новогодняя, уютная атмосфера у нас дома. Вечером в свету всё это переливается, и как будто бы есть фонарики. Так что я нисколечко не жалею, что всё-таки не повесила фонарики. Так что украшайте обязательно дом, это придаст уют. И, конечно же, у вас будет новогоднее праздничное настроение. Я честно не представляю, если бы мы не наряжали ёлочку и не делали бы праздничное украшение квартиры каждый год. Это очень важно. Мы с мужем и с дочкой ценим традиции и делаем это каждый год. Кстати говоря, Сонечка тоже помогала наряжать ёлочку. Я поздравляю вас с наступающими праздниками. Смотрите мои видео, которые будут уже очень-очень скоро. Я вас всех люблю. Целую. До следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok